Здравствуйте, дорогие наши! Сегодня мы с вами проведем четвертую часть прогноза. Вернее, даже корректнее сказать, учимся самостоятельно делать прогноз на Годракона. В первых двух частях мы рассматривали Бадзы, энергии Года Дракона, а Год у нас с вами Деревянного Дракона, вот наш Год, и рассматривали со стороны Бадзы, и всегда помним, что Год – это энергии, которые приходят к нам, в нашу карту Бадзы, которая по дате рождения строится, в нашу недвижимость, но это энергия, и это не где-то там, где-то на какой-то планете, нет, это вот эта энергия текущего года, она приходит к нам, и дальше мы уже с вами анализируем ее взаимодействие, как с картой Бадзы, так и с фэншуй, нашей недвижимостью. И под словом фэншуй вы понимаете, да, что я имею в виду два вот этих направления, саньюань и саньхэ. Саньюань, летящие звезды, мы очень подробно рассмотрели в третьей части, как создавать свою карту натальных звезд, как анализировать, куда приходит звезда болезни, куда приходит звезда процветания, куда звезда краха. Исходя из этого, мы подстраиваемся и берем лучшее в наши недвижимости. Текущие части мы сегодня рассмотрим относительно знаний саньхэ. Это больше на основании двадцати четырех земных, двадцати четырех гор. И тоже будем анализировать, исходя из концепции, что энергии года приходят к определенной недвижимости. Это важно. Итак, вы взяли чертеж вашей квартиры, чертеж вашего дома, определили градус, подробно в прошлой части рассказывала, сейчас очень-очень кратенько. И, допустим, у вас фасад ваш, или вы в центр квартиры, или в центр дома встали и сделали замер, и, допустим, ваш фасад идет на восток. Берем шаблон двадцать четыре горы, который есть у нас в свободном доступе и на сайте, и на прикрепленном, ссылочка внизу в описании к видео будет. И расставляете, перемещаете, корректнее сказать, совмещаете. Сейчас я вам похожу. Совмещаете центр недвижимости с этим, с нашим шаблоном и вращаете до нужного градуса. Если у вас, например, на входе сто тридцать градусов, вот они здесь, вот они, вот сто тридцать. Значит, я совместила центра недвижимости с центром шаблона, и вот наши горы. И теперь что нас интересует? Нас интересуют основные игроки текущего года. Самый первый – это князь года, дракон. Дракон у нас – это тайсуй, это самая мощная, самая сильная энергия текущего года. И сразу говорю, что находится наш дракон в... Так, сейчас я вам это покажу. Вот, вы наложили шаблон двадцать четырех гор, и вот он наш дракон. И так как дракон идёт, пограничная гора – это из три грамм, соответственно, мы берём двадцать два и пять градусов. Это сектор, который мы не должны тревожить. Там не рекомендуется делать ремонт, копать большие ямы. Что значит копать большие ямы? Мы наложили центр этого шаблона, ваш дом, вашу квартиру, и потянули лучики. И вот если где-то вот здесь строится... Это ваш, допустим, дом. Вот ваш дом. Мы наложили шаблон, и протянули вот эти лучики. Только надо ровненько протягивать их. Я мышкой рисую. И вот этот наш дракон – князь года. Вот этот сектор мы не должны беспокоить. И не только мы. Если где-то вот со стороны дракона строится дом большой, там котлован вырывается, или там какие-то большие земельные работы проводятся, это уже неблагоприятно. Как? Я не скажу, что совсем неблагоприятно, тут надо тоже знать ремарочка относительно чего это будет неблагоприятно. Но, в принципе, мы не хотим, чтобы нарушалась целостность нашего дома. Целостность – это в плане сверления стен, как со стороны... как со стороны князя года, то есть сектора дракона, так и со стороны собаки. Собака, вот, тоже показываю, вот здесь подписано, да, на крупном плане вы все увидите, да, в вашем, где-то в вашей недвижимости будет, так вот так надо, ровненько, будет этот сектор собаки. Его тоже не надо беспокоить. Почему? Потому что это разрушитель года. Он как бы, это та энергия, которая противодействует князю года, драконам. И мы знаем, что собака, дракон – это две энергии, которые сталкиваются. Особенно касается людей, рожденных в год дракона, в год собаки, или у кого есть в картах и дракон, и собака, то есть уже есть это столкновение. Вот для них критично важно, чтобы сектора собаки и сектор дракона не нарушался, не копались ямы, вот там, например, фундамент. Переезжать такой дом тоже неблагоприятно, если тыл дома выходят на данные сектора. И ремонтировать сектор тоже. Ну, относительно ремонтов, разные школы по-разному смотрят, но не сильно рекомендуется. Почему не сильно рекомендуется? Потому что тайсуй – это не только вот эта энергия, которую нельзя беспокоить. На самом деле это сильнейший активизатор. И если в вашей недвижимости со стороны дракона хорошие звезды, например, вот карта летящих звезд, это то, что мы с вами в первой части рассматривали, и вот со стороны дракона юго-восток – это у нас дракон, у нас находится 8.1. Вот, допустим, это недвижимость фасадом на северо-запад, построена в восьмом периоде, и со стороны дракона здесь звезды 8.1. Активность от благородных звезд, добрых, хороших. То есть, если будет активность в таком доме со стороны юго-востока, это будет отлично. Активизируется хорошее. Вот, если же в вашей недвижимости сектор дракона попадает в плохие летящие звезды, как вот здесь, 2.5, это карта летящих звезд, дом построен восьмого периода, с 2004 по 2023 год, допустим, и фасадом на восток. И вот в такой карте, это как примеры сейчас вам говорю, а вы уже посмотрите, что в вашей недвижимости находится в этих секторах. И вот в такой карте, там, где 2.5, сектор дракона – плохие энергии. И активируется, соответственно, отрицательная энергия. То есть, какой мы с вами делаем вывод? Дракон – это сектор дракона. Дракона – это та энергия, которую можно по-другому назвать сильнейший активизатор. Ну, это тот активизатор, который работает с закрытыми глазами, да, он активизирует, ему не важно, что активизирует плохое или активизирует хорошее. То, что находится в секторе вашего, вашей недвижимости, в секторе дракона, вот то и будет активироваться. Например, сейчас на примере вам покажу еще раз. Вот, допустим, квартира ваша, квадратик, прямоугольник, вы видите, предположим, вот карта звезд, карта звезд вниз, вверх-вниз, вы видите, шаблон 24 горы. Жили на это дом, согласно наших градусов. Если, допустим, здесь северо-запад, давайте уже совместим с северо-западом, а то вот наш северо-запад. Вот так пусть будет. И тогда со стороны дракона, вот сектор дракона, вот он у нас, вот он, вот, и вот, вот, активизируется вот эта сторона. И если здесь у нас какая-то комната, в этом доме, да, и в этой комнате у нас 8-1, если мы берем вот эту карту звезд, то активизируется вот эта сторона. То есть это благоприятно. К чему все ведут? Вам надо, то есть, с закрытыми глазами сказать, что год дракона Тайсуй – это отрицательная энергия, это некорректно будет. Это энергия, которая на первоначальных курсах всех учат не беспокоить. Почему не беспокоить? Чтобы не навредить. Если вы не знаете, какие у вас там звезды, не трогайте этот сектор. Обратите внимание, чтобы в этом направлении не копали, не делали какие-то там, я не знаю, ливневки, например. Если вы будете просто вскопаете грядку, чтобы посадить цветочки, проблем с этим нет. Мы говорим о глубоких ямах, да, о больших ямах. А если у вас хорошая энергия со стороны дракона, отлично, наоборот, будет все хорошо. И вот сейчас вы можете просто посмотреть, я надеюсь, у вас уже есть чертеж вашей квартиры, или чертеж вашего дома, вы уже провели лучики относительно секторов, и уже понимаете, что находится со стороны дракона, со стороны сектора дракона, да, весь фэн-шуй, вся метафизика, это взаимодействие энергий. И вот энергия дракона очень активна. Все, я надеюсь, я очень подробно объяснила этот момент. Обращайте на сектор собаки, сектор дракона. Сектор собаки, это северо-запад один, вообще не беспокоите. Мы, кстати, в конце эфира, я прям на анализе одного дома, вот эти все сектора мы с вами рассмотрим практически. Надеюсь, мы успеем. И на своем же чертеже вы анализируете, отмечаете даже, не просто анализируете, отмечаете рисочкой сектора этого дракона и смотрите относительно вашего дома. В пределах считается 100 шагов, надо посмотреть, вот это ближайшее окружение, которое на нас влияет. 100 шагов приблизительно, ориентировочно, что находится в этих секторах. И мы очень не хотим, чтобы было еще влияние трех шаг. И теперь мы плавно с вами перешли на следующих главных героев, главных энергий текущего года, это три шага. Тайсу и дракон запомнили, Суйпо, разрушитель года запомнили, их не беспокоим. Три шага. Три шага – это тоже те же парни, которых не надо беспокоить. И они нам не принесут проблем, если мы не будем трогать этот сектор. Что такое три шага? Совсем кратенько рассказываю. Это вот эта неблагоприятная энергия, это та сторона недвижимости. Тивоборствует энергии года. И мы очень сильно рассматриваем, не рассматриваем, а акцентируем внимание на три шага месяца года. Дня слабее работает, но всё равно тоже, когда для важных событий, для переезда, например, ни в коем случае нельзя переезжать в дом, у которого три шага в тылу, года, месяца и дня. Это сразу простыми словами, простая картинка. Организм человека болеет, а ему делают операцию, и его иммунитет не выдерживает. И так далее идут проблемы в этом самом доме. Так, три шага. Значит, три шага – это энергия, которая занимает 90 градусов. Сейчас я вам кратенько расскажу. То есть, год у нас дракона, вот год дракона пришёл, и дракон входит в тройку воды, шэнзыче, вода у нас сталкивается с огнём, а вода гасит огонь, тушит огонь, и вся сторона недвижимости огня находится под влиянием энергии треша. То есть, это, то, что сейчас надо запомнить. Если тыл вашего дома идёт от серединки, от шунь, и до серединки, ой, то есть, сторона юга, вот просто запомните сторона юга, если не знаете три грамма. Но, если вы наложили шаблон 24-го, там всё отлично видно. Вы берёте от серединки, и у меня сейчас иероглифы, которые не подписаны. В шаблоне это всё подписано. И вот эти все красные иероглифы, красные иероглифы, вот они и создают вот эту сторону, которая противоборствует, противодействует, противоборствует корректно энергиям текущего года. И что надо? Надо в такие дома, что нельзя корректнее делать? Нельзя делать ремонт. Опять. То есть, если у вас фасад дома на север, тыл у вас на юг, в любом случае, южная сторона юга. И нельзя делать ремонт в таком доме, причём с нарушением целостности стен. Опять нельзя копать ямы, переезжать такой дом нельзя. Дом болеет. То есть, в текущем году, совсем простыми словами, то есть, дом болеет. Им не рекомендуется, не переезжать такой дом, ремонтировать сектор стрешил тоже неблагоприятно. И к чему это приводит? Если в предыдущем, в предыдущей части прогноза я рассказывала про пятёрку, влияние летящей звезды 5, и говорила, что это проблема у человека непосредственно, это банкротство может быть, это какие-то большие сложности, здоровье, не дай бог аварии какие-то, взрывы и тому подобное, то треша – это непосредственно проблемы с самим домом. Например, электричество в доме, или какие-то проблемы с электричеством, с канализацией. И это всё, конечно же, приводит к потере денег, может быть, даже непосредственно само ограбление в самом доме, оно в любом случае повлияет на владельцев этого дома. Но надо запомнить важное отличие. Пятёрка, активность пятёрки, активность Запада в нашей недвижимости – это влияние непосредственно на самого человека, на жильцов этого дома, очень сильное, на организм человеческий, о нарушении в доме с трюкманом сша – это уже проблемы с самим домом, которые тоже отразятся и на нас, ну, на владельцев этого дома. И вот если совсем подробненько рассмотреть это, почему три сша – это сша ограбление, сша несчастье, сша задержки. Сша ограбление всегда считается самым жёстким, потому что это путешествующие лошади. Кто знает, вот, сейчас, минуточку. Так, это путешествующие лошади, куда здесь побежала? Сейчас я вам покажу просто на экране, чтобы вы видели. Так вот, если тыл дома идёт на змею, или активируется, активация, да, идёт сектора змеи, это больше идёт о ша грабежа. Если на лошадь, это больше, если активность со стороны лошади, это больше ша несчастье, это может быть и со здоровьем, и в основном это проблемы с противоположным полом. Недопонимание. Будем говорить о каких-то больших проблемах, потому что вот в китайских книгах, в книгах фан-шуй, это считается и насилие над человеком, ну, и всё вот такое неблагоприятное. И третья ша, почему? Три ша. Это коза, это земляная, земная ветвь, это всё, что связано с задержками. И поэтому самыми простыми словами просто рекомендуют не беспокоить вот эту всю сторону вашего дома. То есть, и давайте вот сейчас вот на вот этом примере вы посмотрите, вот дом, мы наложили шаблон 24, как положено, и предположим, дом у вас с фасадом на север, и вы понимаете, даже не фасад, давайте даже можно и не с фасадом на север, фасад на север, это однозначно трешать, но сейчас немножко усложним задачу, у нас будет с фасадом на северо-запад 3, на свинью. Вот вы сделали замеры, и вы понимаете, что входная дверь у вас на 330, это свинья, и, соответственно, тыл дома у вас идёт на змею. Вот, вот это у нас фасад дома, вот у нас тыл дома, противоположная, и вот тыл дома здесь написано буквами, читаемыми на шаблоне, вы увидите, написано «змея». А мы знаем, что треша – это сектор, который идёт от шунь и до кунь, вот, и если тыл выпадает на любой из этих градусов, это всё уже означает следующее, что ваш дом, дом, который анализируете, находится тылом на три ша, значит, ремонт на весь год – табу. Если тыл идёт на змею, например, это ша грабежа, тыл идёт на лошадь – это ша несчастья, и если фасад дома у вас на быка, предположим, соответственно, тыл у вас будет идти на козу, это юго-запад один, соответственно, у вас будет уже три ша задержки, такие затяжные они. И вы спросите, а что с остальными секторами, там на бин, на ву, на огонь, и на огонь-ян, они тоже относятся к стороне огня. Друзья, подробно мы это всё изучаем на курсе, куда я всегда вас приглашаю и буду рада вас видеть. Вся информация у нас на сайтах наших, и если будут дополнительные вопросы, пишите в наши соцсети, или на пульсе, всегда отвечаем. И, значит, мы с вами запомнили, что три ша мы не беспокоим вообще. Значит, если в тылу у нас мы не делаем ремонты, даже если сильно хочется, как обычно спрашивают, а если очень-очень надо, вот при чём я планировала 10 лет, что сделать в этом сек, в этом доме, в своём, я уже деньги скопила, всё очень надо делать ремонт. Ну вот, как обычно, да, вот, уже и сейчас, что делать? Тогда мы находим, вообще надо сказать так, нельзя делать, и всё, точка. Но если сильно-сильно-сильно хочется, то мы находим лазейки, мы находим месяца, месяц, когда эта треша самая слабая, и когда оно самое слабое, если мы говорим про тыл огня, месяц, огонь, воды, месяц воды, это ноябрь, это январь, но ни в коем случае не надо делать ремонт летом, тогда огонь максимально сильный, и он создаст очень много сложностей, проблем, которые не нужны. Так, это мы поговорили о нехороших героях текущего года, напоминаю, это князь года, дракон, активизатор, князь года, активизатор, суйпо, разрушитель, собаки, который, сектор, мы не обеспокоим, под слово, совсем не обеспокоим весь год, и треша, это энергия уже связана с проблемами дома, конечно, и которые будут отражаться на людях, живущих в этом доме. И очень часто, кстати, возникает вопрос, а если все уедут, то можно делать ремонт? Можно делать ремонт, если все выйдут с этого дома, допустим, у вас есть еще одна квартира, еще один дом, вы уезжаете на месяц, на два, на три, сколько будет идти дом, влияние будет слабее на вас. Но вы же не забывайте, что строители, которые будут работать, это тоже люди, да, и если они будут работать в пятерке, на западе, ничего хорошего может не произойти. Ну и соответственно, и на вас это отразится, да, то есть чтобы мы не создавали кому-то проблем, да, мы свою как бы семью вывезем, нас там не будет, но там будут работать люди, на это тоже обращайте внимание. Считается, что так как ци наша находится в этом доме, даже если нас нет, наши там вещи, все, дом будет влиять, но не так сильно, и даже не сравнить, не сравнить, если люди находятся там, либо людей там нет в этом доме, то есть они выехали, но на строителей будет влиять однозначно. Теперь мы перейдем к хорошим героям текущего года. То, что наоборот, надо активировать, да, то, что приносит нам блага, то, что припомогает решать вопросы, какие-то там важные, неважные, ну, то, что нас касается, нашей жизни, да, это каждый год в определенные сектора приходят благородные помощника года. Есть благородные личные для человека, есть благородные для дома, а это именно помощники года. И в год дракона, кстати, каждый год они занимают разные сектора. В год дракона, один из помощников, мы всегда с него начинаем, это Великий Ян, это Солнце, находится на, в секторе Змеи, Юго-Восток. Второй благородный, это сектор Луны, сектор, это благородные Луны, Таинь его называют еще, на юго-западе один. Дракон благородный находится на северо-западе, три, это напротив благородного Солнца. И счастливый благородный находится с северо-восток. В шаблончике крупном вы это все увидите, и теперь хочу кратенько вам рассказать о этих четырех благородных. Солнце, это та энергия, которая помогает, первое, помогает, во-первых, мужчинам в доме, во-вторых, помогает получить помощь от мужчин, помогает нейтрализовать, если кто-то где-то побеспокоил плохих парней, да, то, что предыдущее мы с вами говорили, там, треша, если, если, если это даже не вы, а ваш сосед, вы живете в квартире, и ваш сосед на юге относительно вашей квартиры решил делать ремонт, это на вас будет влиять. Почему? Потому что квартира в одном общем доме, поэтому будет влиять. Соответственно, находите сектор солнца вашей недвижимости и делайте активации в нужную, конечно, структуру подсемень. Даты активации мы всегда предлагаем в путеводителе успеха, причем это индивидуальные, лично для вас, под вашу дату. Но четыре благородных помощника года, они для всех, для всех жителей вашей недвижимости, они активны. Дальше, следующий момент, значит, запомнили, солнце, помощь мужчинам, помощь от мужчин, это кратенько, и нейтрализация каких-то отрицательных эффектов от проблемных секторов дома. Дальше, луна, луна, это таинь, называется юго-запад один, это энергия, которая больше помогает женщинам, это такая энергия интуиции, вы не знаете, как поступить, активизируйте этот сектор, обратитесь к этой энергии, это вот эти, это вот эти благородные, которые пришли, и вот находятся они в определенных, да, вы представьте себе, они находятся в определенных кабинках вашей недвижимости, и вы не знаете, как поступить, не знаете, как решить вопрос какой-то, очень много вопросов помогает решить относительно отношений каких-то, и вы обращаетесь, приходите в эту кабинку, в этот сектор, обращаетесь к этому благородному помощнику, мы сейчас про луну, допустим, говорим, это великий инь, и делайте активацию, активизируйте лучшую структуру, которая есть в этом секторе, дальше, а, и это, кстати, тоже нейтрализация от отрицательного, и это еще решение каких-то вопросов, но, знаете, это немножечко такое, со знаком минус идет, через какие-то интриги, да, это не самый лучший вариант, но вот у великого и есть такие, то есть через какие-то, это же не говорит, не говорит о том, что это плохое, что-то вы сделаете, нет, это о том, но не явные такие действия, а такими обходными путями, но можно спокойно, тоже благоприятно решать вопросы, это все к великому инь, больше помощник женщин, солнце, это больше помощник мужчинам, ну, а никто не говорит, что если вы будете активировать солнце, а новая женщина, она вам не будет помогать, будет помогать, просто мы говорим по степеням, дальше, благородный дракон в секторе северо-запад 3, это энергия решения каких-то финансовых вопросов, вы хотите получить кредит, вы активируете эту энергию, вы хотите, чтобы вам вернули кредит, вы активируете энергию, то есть это больше о финансах, о решении финансовых вопросов, тоже очень хорошая энергия, обратите внимание на нее, дальше, северо-восток 1, это счастливый, благородный, да, вот такой смайлик с улыбочкой я специально выбрала, ярлычок такой, чтобы зафиксировался в нашей памяти, это добавление радостных событий в жизнь, к сожалению, так периодически складываются события в странах наших, что не всегда есть много поводов для радости, и мы добавляем извне эти энергии, и вы добавляете у себя, мы добавляем у себя, ваши друзья добавляют, поэтому делите всегда информацию, чтобы большее количество людей могли пользоваться этими знаниями, и добавлять энергию радости в свою жизнь. На экранчике сейчас вы видите презентацию, где я описывала, но я вам только что все это рассказала, просто, чтобы вы могли сделать скрин, и зафиксировать себе сектора, где они находятся, и тут еще тоже обратите внимание, что на юго-востоке активации делать надо в определенное только время, на целый день не надо активации делать, не делайте это, да, вы будете активировать солнце, но при этом помним, что на юго-востоке у нас звезда двойки, это звезда болезни, чтобы не получилось, что одно вы активируете, а другое ухудшаете, поэтому для активизации вот этих структур, мы используем структуры цеменей, когда там хорошая энергия, в определенные часы, чтобы избежать влияния этой, в данном случае, на юго-востоке двойка, чтобы избежать влияния болезни, никому не надо, чтобы пришла помощь мужчинам, но при этом все заболели в доме, то есть, все надо делать грамотно. Дальше, Таинь, обращаю внимание, на юго-западе, вот на юго-западе у нас девятка года, это энергия, это энергия процветания, это благородная, это хорошая энергия, вот этот сектор очень рекомендуется активировать максимально, не пропускайте активации юго-запада, и тоже надо знать ваши натальные звезды, если у вас на юго-западе в карте звезд, вашей недвижимости, например, находится 5-2, это плохо, это плохая энергия, это энергия краха, это энергия болезни, и вы будете делать активацию девятки, как бы, да, вы знаете, на юго-западе прилетела девятка, но она прилетела у вас лично в вашей недвижимости, к плохим звездам, и надо активацию делать только лишь в указанные часы, которые мы даем в активизациях, или не мы даем, вы в другом месте, или вы знаете цемень, вы формируете структуру цемень, и выбираете то время, когда на юго-западе хорошие структуры, это очень важно, чтобы не получилось, что вы запомнили юго-запад очень хороший, там деньги, там все отлично, все замечательно, здоровье, радость, любовь, и я там ставлю, а еще я помню, что там великий инь луна, и я ставлю активации на целый день, мы хотим много счастья, но при этом у меня плохие звезды, натальные, натальные звезды вашей недвижимости, не надо так делать, ко всему подходим грамотно, слишком много кушать цитрусов, это неблагоприятно, витамин С благоприятен, да, конечно, отлично, но когда его очень много, это будут уже какие-то другие проблемы, которые нам не нужны, во всем нужна продуманность. Четвертый, третий дракон, третий дракон, третий благородный, это благородный дракон, которым я говорила о финансовых, который помогает решать финансовые вопросы, вы тоже почитаете, он у нас на северо-западе три, северо-запад три, это у нас сектор северо-запада, и если по летящим звездам у вас там на северо-западе хорошие звезды, но мы помним, что годовая четверка на северо-западе в этом году, и уже смотрите эта четверка, помним, что такая она средняя девушка, она сегодня завтра красивая, в зависимости от ситуации, то надо, конечно, смотреть, каким звездам прилетело, но чтобы не переживать, не бояться, какие энергии, делайте активации в указанные часы, когда хорошая структует. И четвертый благородный, о котором говорила, это счастливый благородный, благословенный дракон, его еще называют, это северо-восток 1, на северо-востоке весь год звезда 6, это хорошая энергия, это белая добрая звезда, и вспоминайте, к какой натальной звезде она прилетела. Дальше идем, друзья. И сразу вам напоминаю, что в нашем центре можно заказать активации, и вот на экранчике это индивидуальные активизации, причем мы это пишем активации составляют для всех членов вашей семьи, живущих в одном доме. У вас 4 человека, у вас 5 человек, для каждого члена семьи вы получаете вот этот путеводитель, корректнее сказать, один путеводитель будет, где указаны для какого члена семьи подходят эти активации, и что надо делать. И я вам рассказывала про 4 благородных, там был благородный Таинь, это Луна, вот, например, как выглядит путеводитель, подробно уже активация, и написано, какой активатор мы ставим, допустим, здесь свечу мы это было ставить, в какое время, исходя из вашего населенного пункта, то есть вы присылаете не только ваши даты рождения, вы присылаете еще населенный пункт, где вы находитесь, и мы пересчитываем вам согласно вашего времени, и вы видите, где какие активации, и, конечно, в этом путеводителе у нас и другие, вот, вот эта вся сторона, это цивень активации, а это уже сторона, которая идет из вашего базы, вот благородная, о которой я вам говорила, из личной вашей базы, и из летящих звезд, если выталкивание богатства, например, это активация летящих звезд, стоимость 19 евро для всей семьи, для всей семьи обращаю внимание, причем это индивидуальная информация у нас есть, так, и теперь, теперь мы с вами, вопросы вижу, отвечу на вопросы в конце эфира обязательно, и теперь мы с вами проведем такую, знаете, такую итоговую работу всех наших четырех эфиров, но больше, конечно, будет основываться на фэншуй анализе, например, у нас вот есть чертеж дома, взяли чертеж, причем вот это, у этой семьи не было, допустим, они не смогли взять технического паспорта, начертили все, технического паспорта недвижимости, начертили, и у нас вот с вами вот такой чертеж получился, а вот я увеличу максимально, да, вот, кстати, очень вам рекомендую научиться полюбить, если не знаете, PowerPoint программу, очень легко с ней работать, вот я все презентации в PowerPoint делаю, да, есть более профессиональные, но не очень удобно, я вам тоже рекомендую использовать эту программу, она причем во всех Windows есть, загружается, или в других программах уже под вашу систему настраивать, так, итого, у нас с вами чертеж дома, и мы хотим понять, какие звезды, какие активаторы, как распределить все энергии вашего дома, значит, вы определили первым делом, что мы делаем, нам надо понять стороны света, и понять для чего, для того, чтобы 24 горы вот этот шаблон установить, да, и распределить по нему, и для того, чтобы определить летящие звезды вашей недвижимости. Допустим, это прям с примера реального, это дом фасадом на крысу. Вот с этим домом вообще целая история была. Этот дом, у него был другой вход, это действительный пример, был другой вход, был со стороны юга, сейчас вам даже покажу, как это было, было вот так, вот, вот так было, было со стороны юга, вот этой части не было, и здесь шестой был период постройки этого дома, здесь были сильные звезды, болезни, и владельцы дома заболели очень сильно, к сожалению, померли. И потом уже дочка делала анализ дома, и мы уже думали, как исправить и как улучшить. И что интересно, здесь фасад на севере, сторона севера, это сторона юга у этого дома, и вот впереди сильное повышение, высоко, напишу буковку В, высоко, очень высоко, прям такое сильное повышение, и весь поток Ц идёт вот так, поток Ц вшал, и получается, что на фасаде выше, в тылу ниже, когда в тылу ниже, это проблемы со здоровьем, но это один из показателей, если вы уже живёте в таком доме, не зацикливайтесь на этом, просто фиксируйте то, что над здоровьем надо всегда работать, над отношениями надо всегда работать, то есть тыловые энергии, да, это если тыл, раньше здесь был фасад, только в куфе напишу, фасад здесь был, здесь был тыл, вот здесь была входная дверь, у этого дома, вот этого всего не было, и получалось, что на фасаде высоко, в тылу низко, и бывает, знаете, бывает ландшафт, и когда заходишь, ты не можешь сразу определить, почему, потому что оно практически ровно, уже тут мы добавляем, мы смотрим по фундаменту, соседних зданий, по программам, выливаем воду, там много анализов различных тел, чтобы понять, где выше, где ниже, участки земли, ты подходишь, и сразу невооруженным взглядом ты видишь, что где выше, где ниже, и вот в этом доме, это пример такого, когда на фасаде было выше, значительно, в тылу было ниже, и очень большие были проблемы у родителей в этом доме, они постоянно болели, но, как я сказала, к сожалению, уже этих людей нет, а его дочка уже делала фэншой анализ, и что мы сделали, мы поменяли фасад с тылом, да, это непросто, и для этого там целую-целую надо сделать целую серию там движений, мы открывали там потолок, открывали пол, меняли достройку, сделали, достроили еще большую часть, не все, конечно, идут на такие кардинальные изменения, но вот это сделали, и поменяли, то есть фасад перевели на север, да, конечно, по классическому ландшафту, по классике фэншуй мы хотим фасад, чтобы на юг, но, чтобы на юге было понижение, так как тут уже на юге, вот ландшафт этого населенного пункта, там на юге сильное повышение, на севере понижение, мы разворачиваем, не дом, ставь разворачиваем, а фасад меняем дома, достраивается вот эта часть, вот достраивается эта часть, обравнивается, чтобы ровный был тыл дома, и открывается, достройка идет вот передней части, вот это все в это достроено было, мы меняем период дома, переходим на вот эту карту, сейчас я ее увеличу, карту звезд, вот она, есть определенные минусы, но и плюсы большие тоже, но я говорю, идеальные, не так просто всегда найти, это намного, намного лучше, чем было, и по-другому жизнь идет сразу у этих людей, так, и того, давайте мы с вами что делаем, первое, определяем центр дома, я напоминаю вам, мы делаем, нарисую сейчас, проводите вот эти диагональные прямые в своем чертежике, кто не знает, после этого определяем, становимся либо в центр сюда, узнаем наши градусы, либо о программе, в предыдущей части это рассказывали, все рассказывала, определились, здесь 7 градусов, допустим, у нас на крысу, и тогда первым делом, давайте начали мы звезды распределим, раз у нас уже такое пошло и дело, так, эта комната занимает звезды 2, 5, данная комната 7, 9, то есть на входе девятка, девятка сейчас звезда процветания, на 20 лет она очень активна, и у нас девятка со стороны понижения, водные звезды со стороны понижения активизируют богатство, это очень хорошо, потому что даже если у вас 7, 9, допустим, но там повышение, то есть девятка накрывается горой, так называется, то есть нам надо, чтобы водные были со стороны понижения, они сильнее тогда работают. Дальше, да, я не скажу, что если у вас там повышение, то девятка будет плохо работать, она будет работать, но ей нужна больше активность, должно быть понижение по требованиям. И данная комната это кухня у людей, здесь 9,7, 9,7, дальше, и со стороны двери, что у нас 6,1, да, вот юго-западная, и мы знаем относительно юго-запада приходит в этом году девятка, да, то есть максимально можно пользоваться этой комнатой, ну, это в принципе и кухня, там кушать готовят, сектор для плиты мы тоже выбрали хороший, выбрали 8,8, вот здесь плита находится у этих людей, вот здесь плита, 8 и направление 9, да, и из двери, вот с этой двери, если вот здесь у них стол, в 9,7 поставили стол, получается на стол прилетела годовая 6, из двери годовая 9, отлично, то есть вот так вы анализируете, вы каждый сектор своей недвижимости анализируете, понимаете, какие летящие звезды и какие годовые прилетели к летящим звездам, это первая часть идет у нас анализа, дальше, вот данная комната, которую показываю, здесь у нас санузел, 5,2, дальше, ну, санузел нас не интересует, ну, где-то 5,2, пятерки, двойки тоже надо использовать, ну, и вот когда делали такие корректировки этого дома, прям такие масштабные корректировки, мы меняли немного, потому что вот эта стена, это была завершающая, это все достраивалось, дальше, вот эта комната у нас 4,3 и сразу понимаем, что 4,3 это у нас юго-восток, на юго-восток в текущем году прилетела звезда 2, да, то есть получается звезда болезни, в этой комнате это была, это спальня женщины, которая живет в этом доме, у нее гуа-4, и гуа-4 именно к ней, она активна, эта энергия, когда получается человек живет в своем гуа, как бы в своей четверке, допустим, да, спальня, у нее гуа-4, спальня 4, и вот когда прилетают летящие звезды, они приходят именно к этому человеку, это очень важно, и за этим надо следить, то есть находясь в этой комнате, эта женщина болела, и, кстати, по бадзи, она рождена в год собаки, и это ее спальня была, и вот кровать у нее, кстати, вот здесь находится, и что получается, этот год сталкивается с ее картой бадзи, да, с годом, а год это у нас здоровье, она в год собаки, пришла энергия, энергия дракона, идет столкновение, и в комнате, первый показатель, второй показатель, комнату пришла двойка, опять, это второй показатель, что человек будет болеть, да, помните, я говорю всегда о трех факторах, одного фактора это мало, а вот серия, это говорит нам о проблемах, следующий показатель, весь год ее постоянно ее кровать находится в цифрах 1-6, это очень хорошее, да, мы не просто штак поставили, получается в единичке, единичка водная для Гуа-4 это очень хорошо, это добрая, благородная звезда, звезда коммуникации, как раз для работы ей очень нужна эта энергия, но в текущем году на запад, а это западная у нас сторона, да, вот сторона петуха, это запад, прилетела пятерка, и получается на кровать ее прилетела пятерка, вот точно были бы плохие события в этом году, если не сделать аудит фэн-шуй этого года для данного человека, что делаем тогда тогда просто переводим ее в другую комнату, не используем, кстати, в прошлом году тоже немножечко сложности были с использованием, почему, потому что вот на входную дверь в прошлом году, это у нас сторона северо-запада, прилетела, мало того, что здесь два-пять, но здесь делали перегородочку, то есть чтобы ци заходила вот так, тут свои нюансы, но все равно, если был бы здесь стол, то это были бы проблемы. Значит, какая рекомендация этому человеку с юго-восточной комнаты уйти? Три показателя, которые неблагоприятны. и что мы делаем с этим сектором? Мы можем поставить отбойки средства в улу, но лучше всего, если есть возможность, лучше не пользоваться, уйти оттуда. Средство помогает, когда нечего делать, оно уменьшает воздействие. Дальше, друзья, переходим к следующей комнате, южная комната. У нас здесь энергия 8,8. Отлично, энергия, очень хорошая, благородная. С двери кровать здесь вот так расположена, прям по центру. К югу, не к югу, а на юг, прилетела годовая звезда 7. Похоже, но она прилетела к доброй энергии, к восьмерке. И из двери здесь приходит девятка. Наверную дверь комнаты, да, причем здесь прям вот одна дверь, обратите внимание, вот вторая дверь, да, и вот третья дверь, и вот эти все три двери очень сильно идут активацией. очень важно, какая энергия приходит со стороны севера относительно вот этой кровати, относительно текущем году, в год дракона, вы 7.9, потому что вот здесь 7.9, да, относительно вот этой двери, и здесь 7.9, то есть тройное дублирование, но в год дракона на север пришла энергия 8. это замечательно, отлично, то есть да, пусть человек дальше спит на этой кровати, все отлично, все замечательно, но придут годы, когда сюда придет двойка на север, да, или когда придет там пятерка или семерка, вот в эти периоды надо уже делать манипуляции с этой кроватью, передвигать, убирать это прямое попадание, то есть чтобы с угла уже сышло. Дальше идем, следующая комната, это у нас юго-запад, здесь у нас 6-1, 6-1, хорошая энергия, но вот человек с гуа деревянным постоянно в комнате 6-1, да, вот постоянно жить, вот 1, 1, 2, 3, 5, 6, не сильно благоприятно, потому что все-таки идет контроль, 6, это у нас метал, деревянная гуа, это четверка, то есть металл рубит дерево, особенно контролируем, чтобы на, в секторе кровати, чтобы не было 6-1, это не будет благоприятно, это, это самые большие проблемы по здоровью, когда наше гуа контролируется, вот это важно, пожалуйста, запомните, я в прошлом, в прошлой части на это обращала внимание, сейчас тоже, потому что очень много видела проблем из-за этого, дальше, сектор, то есть комната 6-1, годовая пришла девятка, годовая, есть здесь определенный конфликт 6-9, но так как это добрая энергия, это звезда процветания, больших проблем не создаст, вы в текущей комнате, когда мы говорим о нападении гуа, на гуа 6-9, это другое, сейчас мы говорим о приходящих транзитных звездах, девятка пришла к 6-1, и со стороны северо-востока шестерка пришла, добрая звезда, что можно предложить человеку в данном случае, ей стол куда-то поставить, давайте мы закручиваем, потом я хочу еще одну комнату показать, то есть комната вся 6-1, подводим итог, пришла годовая девятка, с двери у нас будет либо 9, либо 6, в зависимости, дверь будет относительно стола ровно или под наклончиком, и в принципе довольно-таки хорошая комната, я бы сказала. Дальше, следующая, вот эта большая комната, здесь когда-то была перегородка, но очень плохо, когда центр темный, вот центр темный не должен быть, центр дома темный, должно быть обязательно попадание солнечного света, потому что когда центр темный, это препятствие по жизни у человека, вот он идет, и он не видит дорогу, не видит выходы, как ему пройти с такой-то ситуацией, что улучшить, центр дома всегда должен быть светлым, хоть где-то сделайте, чтобы попадало солнышко, и вот эту стенку убирают, и получается вот такая большая гостевая, гостиная такая большая, и эта гостиная в каких у нас звездах? В 1,6, отлично, да, очень хорошая энергия, на западе, это еще, это я вообще говорю не про текущий год, это единичка, у нас в секторе запада, запад, родной элемент, это металл, порождает единичку, то есть идет ци, очень хорошая энергия постоянно, но текущий год принес сюда пятерку, и у нас на западе, в этой комнате получается годовая пятерка, и уже как бы как рекомендация уйти с этой комнаты, потому что человек в этой комнате работал, она такая простудная, здесь камин еще в 8,8, из двери тоже хорошая энергия, хорошая комната, очень хорошая, но в этом году надо перейти из этой комнаты на год, да, конечно, на окно, вот на окно, здесь окошко, поставим сюда средства соли, вода, монеты, обязательно, и весь год будет это средство здесь находиться, кто не знает, первый раз слушает, посмотрите на ютуб-канале, есть видео, как сделать это средство, с этой стороны, никаких активаций нельзя делать, в доме тоже вот эта вся сторона становится максимально спокойной, здесь качеля была, убирается она, с этой стороны уже убралась, и вот эта комната просто остается себе спокойной комнатой, я не говорю, что здесь нельзя иногда находиться, иногда там кушать, можно, нет классов, главное, чтобы не находиться на западе запада, и если вот здесь находиться, так, где тут красненький, если вот здесь находиться, или стол, или вот качеля, например, да, вот у человека, вот здесь была качеля, очень хорошая, да, в единичке, человек работает, думает, читает, комфортно очень было, но в этом году это табу на один год, на один год, и что у нас остается, и последняя комната здесь 2,5, сама себе такая она средненькая комната, вы понимаете, да, годовая, натальная, горная двойка, нехорошая, вот этот угол лучше не использовать, это идет дублирование этой энергии 2,5, мы используем уже, если вот надо использовать эту комнату, уже берем по-другому, вот эту сторону используйте себе, тогда вы будете 8,8, если, допустим, вот кровать поставить, вот мы так, кстати, эти люди поставили кровать вот в эту сторону, тогда спят 8,8, направление 9, из двери тройка, все хорошо, сама комната, да, двойка такая она, неважная, и вот в прошлом году, в год кролика, здесь была пятерка годовая, тогда да, эта проблема к двойке прилетела пятерка года, тут сложности, и если тем более еще человек вот в этом углу там работал, или там спал бы, это проблема, и вот с этой стороны тоже там у них активность идет, там терраса, активность, и в прошлом году они просто не использовали эту комнату, минимизировали ее использование, и тогда хорошо, какой у нас вывод, вот человек, рожденный в год собаки, и элемент личности земля инь, тогда что можно сделать, эта комната полная табу, эта комната табу, эта комната табу, с двойкой лучше не идти, потому что тем более еще периодически есть хронические заболевания, уже, кстати, уже сформированные, которые надо минимизировать их влияние, остается у нас вот эти две комнаты, в данной комнате спать, например, можно, работать все-таки лучше там, где девятки, и работать, вот можно взять вот этот угол, но именно работать, не спать, еще раз говорю, потому что здесь нападение будет на гуа, нападение на гуа не должно быть, кровати не должна, когда человек спит, не должен быть контроль его гуа, то есть стол можно поставить, тем более еще мы поставим стол в сектор благородного, обезьяна это личный благородный этого человека, это хорошо, элемент металла благоприятен для этого человека, потому что карта земли находится в элементе, который приводит к самовыражению, это еще одна ступень, и следующее мы смотрим год, то есть девятка пришла сюда работать очень хорошо, что хорошо здесь ставит человек себе, находится в секторе благородного, направление идет на девятку, на тайную, с двери семерка здесь, но пришла какая энергия, шестерка, сейчас все-таки благородная звезда, но не можем, к сожалению, всегда найти прям идеальное, идеальное, видите, много комнат в доме, да, много относительно, и видите, здесь, допустим, 2-5, не можем, тут пятерка годовая пришла, здесь звезда болезни, и уже находим лучшее из возможного, тогда как рекомендация в этом секторе человек работает, еще раз, работает в элементе, который подходит по взаимодействию бадзи и фэншуй, это металл, для этого человека подходит, сектор обезьяна здесь будет, и дальше, это самовыражение, это мостик к нашим деньгам, мы говорим сейчас о секторе для работы, и направление, да, направление в девятку, это хорошее, и на непосредственно сам сектор, место, положение, тоже 9, тоже хорошая энергия, вот так, друзья, мы анализируем, это мы сейчас с вами только проанализировали летящие звезды года, и давайте подведу итог, вы смотрите всегда взаимодействие карты человека, обязательно с натальными звездами, то есть звезды вашего помещения, да, и как вот я сказала, представьте себе, что человек вот спит здесь, ему удобно, он комфортно, он скажет, я делала здесь ремонт, здесь у меня здесь так удобненько, здесь у меня вот телевизор, допустим, кто любит смотреть телевизор, но спит в комнате с двойкой годовой, и на кровать пятерка прилетела, еще столкновение с годом собаки, ну вот, вот так делаются прогнозы, то есть мы понимаем ситуации и выходим из этой ситуации благодаря нашей недвижимости. Значит, возвращаясь к тому, что начала говорить, вы анализируете карту Бадзи человека, вы анализируете натальные звезды недвижимости и приходящие годовые к определенным секторам, и дальше уже понимаете, как отойти от плохих и максимально использовать хорошее. И теперь я сейчас так, вот это красивенько все выделю, мы это вот так, и теперь мы с вами значит делаем вывод какой. Еще раз. Вывод какой, что исходя из звезд года, мы рекомендуем человеку так, куда убежала кровать, кровать, ты где? Вот. Рекомендуем человеку поставить кровать в этот сектор, тогда будет 8-8, направление 9, с двери 9. Можно в периоды, когда будет приходить пятерка года, ой, года, извините, месяца, сместить немного в этот угол, но все-таки здесь идет контроль Гуа, если бы человек не был рожден в Гуа-4, у него не было бы Гуа-4, его родного, то я бы рекомендовала поставить в 6-1, и пришла бы годовая, но здесь идет контроль Гуа-9, но здесь контроль Гуа, поэтому мы не ставим, оставляем в этом секторе, а стол непосредственно, так, сейчас, сейчас тоже у нас на задний план переходит, нам надо его на передний план, вот, а стол рекомендуем вот поставить вот с этой стороны, мы уже с вами сказали, почему годовая здесь приходит, здесь ци, которая неблагоприятна, ци металла, оно больше идет от обезьяны, и это благородный человек для этого, для этого человека, вот, дать это личный благородный человек, дальше, следующее, и, кстати, вот это, когда мы смотрим, об этом направлении, я не говорила, в этом эфире, мы еще, кстати, очень, очень хорошо идет взаимодействие нашей карты Бадзи с энергиями, например, мне полезна энергия металла, мне лучше быть в секторах металла, если мне полезна, там, например, у вас очень холодная карта, и вам нужна энергия огня, значит, ваша комната на юге, это, мы проходим в одном из модулей курса Фэншуй, управляя жизнь, вот он, связь Бадзи и Фэншуй, это идет анализ карты Бадзи и взаимодействие Фэншуй, поэтому на курсе Фэншуй, управляя жизнь, у нас идет еще и изучение Бадзи, здесь и летящие звезды, о которых рассказываю, вот эти все системы, и водные формулы, водные формулы тоже, так, сейчас, минуточку, и дальше, дальше мы с вами все разместились, телестол, кровать, следующее, исходя из летящих звезд, что мы рекомендуем, человеку вот здесь поставить вазу, не вазу, а емкость, бутыль, соль, вода, монеты, да, вот я пишу бутыль, это от пятерки на окошечках, дальше, на юге, юге мы помним, на юг прилетела семерка все-таки, вот здесь на окошко ставит человек вазу с тремя ветками бамбука от семерки и спокойную воду, ну, спокойную воду, это не надо канистру огромную ставить с водой, а вот, вот здесь сбоку желательно, можно поставить, вот просто емкость спокойной водой, тут как раз у них окно большое, да будет за шторкой, на окошке, так, и что еще, ну, в принципе, все, это вот основное, дальше, следующее, что мы делаем, мы расставляем, обозначаем, корректнее сказать, сектора, все хочет на задний план, нам надо на передний, оно все на задний, размещаем 24 горы на шаблон, мы уже знаем, там у нас 7 градусов, все подкрутили под нужный градус, допустим, и вот так расставили, теперь мы с вами должны понять, где находится Тайсуй, и помним, да, что сектор Тайсуй, не беспоко, это сектор князя года, не беспокоен, и уточняем с вами, какие там летящие звезды, понимаем, что это идет активация, и, все, сейчас просто хочу, прям вот как, вот у этих людей выставить вот так где-то, да, приблизительно, так, и отмечаем, отмечаете, вы делаете себе анализ, себе отмечается, кому-то помогаете, кому-то отмечаете, вот так протягиваете вот эти лучики дракона, да, и вот этот сектор, вот этот сектор, здесь у нас дракон селится, это Тайсуй, сектор Тайсуя, и что он активирует, активирует 4-3, да, такие энергии, средненькие, я бы сказала, тройка активности, это азарт, это азарт, это какое-то желание такое, через, неважно, через какие препятствия я все это пройду, вот эти моменты, которые, если вот в течение года будут у человека всплывать, их надо немножечко тушить в себе, потому что они могут уже быть неблагоприятны, слишком активно будет эта энергия, и мы должны, так прямо вот берем и отмечаем, ставим вот в этот сектор дракона, и помним, да, что это сектор Тайсуй, его не беспокоим, очень важно посмотреть, что это как это частный дом, что дальше там находится, если тут разрушенная, если там вот где-то вот здесь, там вот дом закончился, здесь, допустим, забор, дальше уже соседи, если вот здесь ша, ну, например, ша, я имею в виду разрушенное здание какое-то, или фундамент будет копаться, то есть это в этом секторе, да, и будет активация с этой стороны, если разрушенное здание, это нехорошо, это минус большой, но тут надо понимать, если это частный дом, и забор у него с фундаментом, то фундамент как бы препятствует влиянию этому, этих трех шаг, очень важно, когда в заборе есть фундамент. Если же, немножко отойду от этого плана, если же вы живете в многоэтажном доме, там, пятый, шестой этаж, а разрушенное здание, или недостроенное здание, и замороженное строительство, у вас, там, допустим, видно с первого этажа, ну, как, на пятом, шестом оно тоже будет видно, но по горизонтали действует фан-шой, то есть, смотрите, сейчас по-другому чуть объясню, если вы живете на первом этаже, напротив вас тоже первый этаж, разрушенное здание, будет влиять на людей, живущих в первом этаже. Второй этаж, если разрушенное здание, двухэтажное, будет тоже влиять, но если вы живете уже четвертый, пятый, шестой и выше этажи, то, что находится на уровне первого этажа, на вас уже влиять не будет. Это важно помнить, поэтому люди, живущие на верхних этажах, на них меньше влияет, меньше могут влиять эти треша. Высокие этажи, более верхние этажи, треша не влияет, если оно, там, уровня, там, первого этажа, понятно, что если построили двадцатиэтажку и приостановили строительство, заморозили строительство, конечно, оно будет влиять на всех, и на пятом, и на шестом, и на восьмом, и на девятнадцатом, и на двадцатом, то есть есть горизонтальность влияния энергии. Для частного дома всех призываю в заборе иметь фундамент, в забор иметь с фундаментом, тогда есть определенная преграда вот этого, этой цепи, с фундаментом. Дальше. Значит, все. Отметили сектор и говорите человеку, вот этот сектор вы не беспокоите, потому что у вас все-таки тройка. Ну, тройка можете не говорить, то людей пугает. Когда начинаем говорить там тайсует, треша, ничего никто не понимает. Когда делаем консультации, говорим обычным языком, меняем все термины на доступные, понятные слова. Дальше. Следующее. Четыре благородных нам надо, да? Ну, нам надо же использовать благородные энергии. Давайте начнем с солнышка. Большой Ян. Большой Ян у нас солнце, расположено в секторе змеи. Вот наш сектор змеи. И показываем, что вот в этом секторе у вас сектор солнышка, да? Солнышка. Большой Ян. То есть это помощь мужчинам, помощь от мужчин. И если идут активизации в секторе солнца, вот в этом угловом секторе. Но вспоминаем с вами, что в этот сектор прилетела звезда болезни. Значит, что мы говорим людям? Что не надо делать круглосуточные активации, а только в указанное время. Например, там, в путеводителе нашего успеха, в активациях. Только в указанное время. Тогда, когда хорошая структура цемей мы активизируем. Дальше. Следующее. Сектор луны. Сектор луны у нас находится в... Все на задний план. Надо переставлять. В секторе козы, да? Сектор козы. Это у нас... Это у нас юго-зав. Здесь пришла хорошая энергия, да? Годовая девятка. В комнате 6.1. Ну, в принципе, здесь можно побольше активации эти делать. И вот этот сектор. Я надеюсь, понятно, да? Вот так мы так проводим, вот так лучики. Только под линейку это все делаем. И вот этот сектор по периметру, по наружным стенам. И вот этот сектор, это сектор луны. Четвертый благородный. Мы вот прям, когда я делаю прогнозы по на год, кто, кстати, еще не заказал, еще есть возможность заказать. Я прямо вот отмечаю секторами, где надо и когда, куда приходит треша. Кстати, треша мы еще не сказали, но сейчас скажем тоже. Вижу вопросы, отвечу. У меня просто вопросы на другом экранчике. Я так посматриваю, что есть. Сейчас закончим, и отличный вопрос, который, возможно, будет ответить в рамках эфира. А дальше, следующее у нас идет благородный дракон. Благородный дракон, это северо-запад. Помним, что, помним, что сектор свиньи, вот здесь мы продлили, и прям вот показываем людям вот этот сектор, который, вот я выставила здесь картиночку, а вот вы, вот, 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 вот дракон идет ровненько, и вот в этом секторе у нас будут активации, когда надо решать финансовые вопросы. И дальше следующий. Да, ну, помним, что помним, что в этой комнате, в этом секторе, у этих людей, что 2,5, да, соответственно, оставлять активатор больше указанного времени в активациях не надо. Почему? Потому что, кроме активации благородного дракона, мы будем активировать вот эту пятерку. Это не надо делать. Не надо одно лечить, другое калечить. Не надо. То есть активации можно и нужно делать, но в указанные часы. То есть тогда, когда здесь сложилась хорошая структура цемень активации 4-х благородных, мы смотрим по структурам цемень, хорошую структуру цемень. Дальше. И у нас остался 4-й благородный. Это счастливый благородный, это улыбчивый наш товарищ. Это на северо-востоке у нас расположен. Так, сейчас, сейчас. Находим... Не то, уменьшаем. Вот. Находим сектор... Находим сектор БК. Вот он у нас, сектор БК с этой стороны. И вот прямо показываем людям, что вот этот сектор вы активируете, когда... Когда идет данная активация. То есть это... Вот, например, месяц пришел, там, земли. Такой придет месяц в апреле. Много земли. Эта земля Ян будет на драконе. Человек у нас рожден в год собаки, с которой мы смотрим. Год дракона. Много земли. Земля, несмотря на кучу, массу своих положительных характеристик, у нее есть и отрицательные. Это... Одна из них это депрессивность. У кого в карте много земли, люди подвержены больше депрессии. И вот активация вот этих... Этого благородного, это мы вносим вот эти нотки радости в нашу жизнь. Ну, а у этих людей вот здесь, в этом секторе дверь, это здесь кухня, с выходом на террасу. В этом секторе дверь, поэтому активация сама по себе будет происходить. Открывая, закрывая, открывая, закрывая. Единственное, надо следить... Дверь, закрывая. Единственное, надо следить на периоды, когда на входную дверь приходят двойки, пятерки, семя. Это мы смотрим. А тут вообще, если бы не было двери, то делаем активацию в этом секторе. То есть вы показываете, где, что мы активизируем. Так, ещё я что пропустила? Пропустила три шага. Дом у нас находится фасадом на север. Значит, в тылу у нас три шага. И несмотря на то, что этот человек, я знаю точно, планировал ремонт, но мы сразу скажем, не рекомендуем рекомендуем вам делать ремонт. Весь год ваш дом в три, ну не говорим, три шага, да, в энергиях, которые неблагоприятны. То есть, сделав где-то здесь ремонт с нарушением целостности стен, да, можно получить проблемы. Тем более, да, и вспоминаем о том, что тем более человек рожденный в год собаки, и он очень подвержен влиянию дракона, столкновение идет по здоровью, по всему, да, это показатель того, что не надо в текущем году делать никакие ремонты в этом доме. И это очень важно. Вот так, друзья, мы с вами делаем прогнозы. Для чего? для того, чтобы выбрать лучшее из возможного. Вот так мы делаем, смотрим, где какие активаторы ставить, где какие, где можно делать эти ремонты, где не нужно делать эти ремонты, и как самостоятельно себе помогать, помогать при помощи активизации. То есть, видите, фэншуй прогноз, с одной стороны можно сказать, что это несложно, но когда всё знаешь, очень много надо учесть. Надо учесть карту Бадзи, надо учесть натальные звёзды, надо учесть движения, и это, смотрите, это ещё частный дом, да, очень важный, где калитка в этот, в этот, ворота, да, ворота, где ворота, где проезд большой, вот знаю, с этой, так, нет, где моя рисовалка, вот где-то вот с этой стороны, вот с этой стороны въезд там идёт, активность относительно большая, значит, активность откуда у нас идёт? С девятки, это шо, потому что юго-запад с этой стороны, а въезд во двор у этих людей, вот где-то вот с этой стороны, с юго-востока, да, и почему въезд во двор делался с юго-востока, тоже не просто так, потому что тройка, да, это не самая лучшая звезда, но здесь негде было делать въезд, с этой стороны, к сожалению, там по определённым причинам не получалось делать въезд, здесь строение, конструкция, в тыл дома не сильно хорошо, когда въезжают машины прямо в тыл дома, лучше немножечко за пределами, но здесь преимущество какое, здесь вот эта натальная тройка в карте звёзд, так, у меня здесь уже так много всего нарисовано, вот эта натальная тройка в карте звёзд, она порождает тыл дома, это очень хорошо для здоровья, даже корректнее сказать, элемент тыла, элемент тыла, здесь огонь, тройка это дерево, въезжая, выезжая на вот этот участок, здесь въезд с этой стороны, идёт активация и укрепление тыла дома, элемента огня, вот так, друзья, вы тоже делаете, анализируете ваш дом, анализируете, что надо сделать, что добавить, что исправить, чтобы максимально-максимально быть счастливыми, чтобы наши близкие тоже были успешны и счастливы в этом доме. Так, вот это то, что я вам планировала рассказать, показать, как делаются прогнозы, если кто-то ещё желает заказать прогноз, заказывайте, если кто-то желает присоединиться к нашим курсам, мы будем очень рады, ещё раз хочу сказать, что курс это девять модулей, да, их можно частями приобретать, у нас даже есть оплата частями, то есть решаем все вопросы, пишите, идём навстречу, чтобы максимально вы могли использовать эти знания. Так, и теперь отвечаю на ваши вопросы. Так, два помещения вдоль одной стены соединены дверями, вопрос Ди, то в этих комнатах будет одна комбинация звёзд, центральная, на этой стороне карты, малые тачи, распадена, две комнаты. Смотрите, тут очень важно от того, по-другому, даже скажу, тут очень важно габариты этих комнат. Если одна большая комната, а от неё как в гардеробную, да, или как, это идёт общее. Если, например, одна комната, допустим, зал, а другая, или спальня, а другая комната, кабинет, и они полноправные, они большие, в разном дизайне оформлены, сомнительный вопрос, потому что могут быть всё-таки разные энергии. Одна комната может брать, допустим, северные, а другая может быть брать южные. Если же в принципе они относительные, тогда могут быть общие звёзды. Вот точно надо посмотреть план, чтобы ответить. Малая тайчи, по-малому тайчи, на одну комнату или на две комнаты, тут тоже, но, к сожалению, надо видеть план соразмерность. Очень важная соразмерность этих комнат. Анализировала квартиры, где две комнаты брали одну карту звёзд, потому что они были одна комната одного мальчика, другая комната другого мальчика, они относительно соразмерные, у них приблизительно одно целевое, и мы смотрели уже вот в том случае, это были одни звёзды, но бывают и разные, то есть это очень такой двойной вопрос, который надо увидеть. У вас следующий вопрос, скажите, пожалуйста, если Гуа-4, Господин Дня Металл, нет, это разное, не смотрим, нет, 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 Гуа-4 это одно, Господин Дня Металл это разные системы, мы по-другому смотрим, нет, на это не высложняем себе, запоминаем, Гуа-4 нельзя спать в горных шестёрках и семёрках, нельзя, чтобы от двери была шестёрка и семёрка водная, если там спит человек Гуа-4. Дальше, следующий вопрос, Инна спрашивает, а если по-бадзи полезен огонь и дерево, а Гуа-1, что важнее, не должно быть нападения на Гуа. Первое, это первое важное правило, пункт первый, пункт второй, смотрим, пункт первый, не должно на кровати быть нападения на Гуа. Полезное для Гуа или элемента личности вопрос. Так, давайте я полностью прочитаю, потому что вы в эфире не будете видеть этот вопрос. Вопрос такой, если по-бадзи полезен огонь или дерево, а, и дерево, а Гуа-1, что важнее. И дальше, полезное для Гуа или элемента личности. Первое, на кровати не должно быть натальной 6-7, если там человек спит, Гуа-1, извините, не должно быть звезды 8, несмотря на то, что она добрая звезда, но она контролирует Гуа-1, не должно быть, то есть элемент земли контролирует воду, Гуа-1, это у нас вода, не должно быть Гуа-8, нельзя спать восьмерку, видите, вроде как бы благородная восьмерка, но не рекомендуется спать в Гуа, так, бежал вопрос, задают вопрос, этот вопрос убегает, нельзя, даже не то, что не рекомендуется, нельзя спать в Гуа, спать в натальных, горных звездах, которые контролируют наше Гуа, в данном примере человек Гуа-1, ему нельзя спать в восьмерку, несмотря на то, что это добрый, хороший звезд, работать можно, за столом может быть восьмерка, вообще нет проблем, а вот кровать не должна быть, дальше, полезно огонь и дерево, и друзья, вот здесь очень важно обратить момент, очень часто, в огромном количестве случаев, то, что полезно для удачи, не полезно для здоровья, когда мы смотрим удачу человека, карту Бадзи, мы подстраиваемся, чтобы ци гармонично текла по всей карте, мы смотрим, какого элемента много, что мы ослабляем, если карта следования за огнём, например, мы смотрим, чтобы огонь был, огонь будет удачу приносить, это для удачи человека, а когда мы анализируем здоровье, мы смотрим для элемента личности, и очень часто то, что те энергии, которые мы выбираем для удачи, там, в финансах, в отношениях, их мы не используем, например, для расположения кровати, там мы смотрим, базируемся на элемент личности, это важно очень. Дальше, следующий вопрос, я надеюсь, ответила на вопрос, да, что важнее, полезно для Гуа или элемента личности, это разное, для Гуа мы смотрим кровать, полезное это для удачи, это смотрим другое. Дальше, одна комната большая, вторая прихожая, одна комната, тогда один малый тайчи на две комнаты, я правильно поняла, здесь разные, разные, здесь скорее всего, тут тоже очень зависимости, как это прихожая у вас расположена, если вы сходите из центра, комната у вас уже боковая переходит, но при этом это кусочек прихожей, это будут разные звезды, это будут однозначно разные звезды, если же у вас с одной плавно переходим в другое, и все по одной стене, можно тогда одно смотреть, самый правильный вариант это увидеть чертеж, так, друзья, все, если еще у вас появляются вопросы, вы их пишите, я вас приглашаю всегда в наш телеграм-канал, там можно задавать вопросы, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нашим курсам, к нашим эфирам, которые тоже будут проходить, все огромное вам благодарю, дай бог, чтобы этот год дракона принес мир, процветание в наши семьи, в наши города, в наши села, населенные пункты, и дай бог, чтобы этот мир был и в наших сердцах, и в наших душах, да, всех обнимаю, и используя знания метафизики, мы делаем свою жизнь успешно, все, благодарю вас, до следующих встреч, до следующих, Продолжение следует...